Казань Закладчики создали, на мой взгляд, мощный концептуально-фундаментальный базис для того, чтобы можно было сегодня поговорить о том, как различные территории с разным историческим генезисом, с разным современным геополитическим, ну, наверное, больше эконом-географическим положением реагируют на циклы. В данном случае, из множества циклов конъюнктуры, которые воздействуют на экономику в целом, региональную в частности, я остановлюсь только на циклах Жуглара Маркса, исходной 10-11-летней, сегодня 5-7-летней. Пожалуйста, следующий слайд. В основу гипотезы нашего исследования, а мы этим занимаемся на кафере уже несколько лет, может быть, даже пару десятков лет, были положены несколько основных принципов. Первый заключается в том, что то, как реагирует региональная экономика на мировые конъюнктурные циклы, зависит от, во-первых, структуры этой экономики, во-вторых, от масштаба этой экономики и, в немалой степени, от ее экономико-географическом, но, может быть, в данном контексте, больше геополитическом положении по отношению к основным центрам экономической мощи, которые, собственно говоря, эти циклы и запускают. Следующий слайд, пожалуйста. Предварительный анализ показал, что отрасли экономики по-разному реагируют на мировую конъюнктуру. На этом графике достаточно хорошо видно, что и нам понятно, наименее чувствительно к этим флуктуациям является производство электроэнергии, горячей воды и тепла. Понятно, потому что это фундаментальная важная вещь для не только экономики, но и для населения. А наиболее чувствительная, конечно, является обрабатывающая промышленность, как наиболее сильно кооперированная как на внутристрановом, так и на международном уровне. Следующий слайд. Следующий анализ и других сегментов региональной экономики показал, что они четко делятся на те, которые чувствительные, умеренно чувствительные или не чувствительные. И в общем смысле, если выйти за границы собственной промышленности, мы в этой таблице достаточно хорошо видим, что это, во-первых, наименее чувствительные госуслуги, и мы опять понимаем, что здесь фактор населения. Это сельское хозяйство, как наиболее тесно привязанное к природно-ресурсной составляющей территории. Ну и некоторые другие, которые здесь есть. Следующий слайд, пожалуйста. На этом слайде просто общая картинка, как за последние, соответственно, 45 лет, даже уже почти 50, жила мировая экономика. Мы видим, что ни о каком устойчивом развитии, конечно, речи быть не может, и в этом смысле я могу с уверенностью утверждать, что устойчивое развитие для мировой экономики в ее нынешнем состоянии в принципе невозможно. Ее внутренний механизм противоречит этому. На слайде, на вот этой справа спектре, на мой взгляд, достаточно хорошо видна вот эта 5-7-летняя цикличность, за исключением одного фрагмента в 10 лет, но для которого есть отдельное объяснение, на которых я не буду останавливаться. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь, на этом слайде демонстрируется, собственно говоря, как российская экономика реагирует на те сигналы, которые приходят из основных центров экономической силы. Ну, конечно, по-хорошему надо бы еще и Китай, но он сам крайне слабо реагирует на мировую конъюнктуру. Хорошо видно, что Россия вначале развивалась в переходный период по своим собственным законам, очень слабо будучи связаны с тем, что творится в мире. А сегодня мы достаточно хорошо синхронизированы с этими процессами, но, к сожалению, мы видим, что наши реакции гораздо более резкие. А все мы по себе знаем, что любые резкие движения, они вредны для здоровья, в данном случае для экономического здоровья. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Для начала мы рассмотрели, как, собственно говоря, реагирует государство Евразес, те, которые нам наиболее близки и интересны на происходящее событие. Мы видим тоже общую картину, мы видим довольно резкие реакции в начале нашего общего пути и гораздо более сглаженные флуктуации, ну, не считая, конечно, общего кризиса 2008-2009 года, как это, собственно говоря, положено в конце очередного контрастского цикла. Следующий слайд. Если мы посмотрим уже более короткую дистанцию, когда мы вышли, условно говоря, на основной режим, то здесь нетрудно видеть, что разные страны, в зависимости от их структуры экономики и от того, какова общая экономическая политика, реагируют по-разному. И результат, следующий слайд, он, да, значит, здесь приведена диаграмма структуры экономики, хорошо видно, где повышенный удельный вес аграрного сектора, где горнодобывающие промышленности. К сожалению, не разделены здесь коммерческие и государственные услуги. Следующий слайд. В результате был посчитан индекс соседства, была попытка понять, влияет ли место, географическое место стран, входящих в Евразия, на то, насколько они идут в общем потоке со всеми остальными. И следующий слайд. В итоге удалось выяснить, что действительно все эти факторы имеют важное значение. И мы видим, что, как это ни парадоксально, наиболее устойчивая это Киргизия, хотя, если вернуться к графику, мы там видим, там такая своя, своеобразная двух-трехлетняя цикличность, очень характерная как раз для аграрных стран, то есть зависимость от природно-климатической компоненты существенно более высокая, чем от внешней. Ну и мы видим, что наиболее окраинная по всем позициям и по внутренней структуре экономики, ну, отличная, вернее, и по ее эконом-географическому положению Армения, она вот самая неустойчивая, она наиболее резко реагирует на все эти факторы. И, конечно, связанная с тем, что это еще и самая маленькая экономика. В целом исследование показало, что более крупные экономики являются более устойчивы, чем меньшие по размеру. Следующий слайд. Следующий слайд, который я хотел представить, это то, что происходило с очень близкой нам страной, с Югославией, которая постигла такая же участь, как и Советский Союз. Ну, здесь приведена Германия, в отличие от предшествующих, как исторически довольно сильно оказывающая влияние на многие из пост-югославских государств. Следующий слайд. И здесь мы видим то же самое, мы видим, что на раннем этапе, на этапе разрушения целостности югославского государства мы видим совершенно чудовищные скачки ее экономического состояния, связанные как с разрывом экономических связей, так же, как у нас, но и, конечно, усиленные, обостренные теми вооруженными конфликтами, которые развернулись на ее пространствах. Следующий слайд. Если мы возьмем период уже, когда в определенном смысле эти государства вышли на самостоятельный путь развития, то мы увидим, что здесь тоже есть явная взаимосвязь масштабов экономики и структуры экономики этих государств, а также положение по отношению к Европейскому Союзу. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот здесь приведены две диаграммы, показывающие, как, собственно говоря, изменилась структура экономики и в каком направлении у этих государств. И в целом, следует сказать, что подобные изменения экономики, какие видны на вот этим нижнем левом графике, они, конечно, демонстрируют возрастающую неустойчивость экономик стран по мере перехода от классического индустриализма к постиндустриализму. Но на аргументах я останавливаться не буду. Следующий слайд. Ну и в результате мы можем сказать, вот здесь немножко по-другому выстроена матрица, то есть это сопоставление масштаба экономики и с уровнем интегрированности СССР. И мы видим, что, да, действительно, наиболее чувствительно, наиболее зависимо от германского тренда флуктуации являются, естественно, Словения, Хорватия и Черногория, как очень маленькая экономика, не имеющая потенциала для самостоятельного плавания вот в этом турбулентном экономическом пространстве. Срединное положение Сербии, кстати говоря, более глубокий анализ показывает, что у Сербии, у единственной, есть достаточно значительный интеграционный потенциал на всем пост-люгославском пространстве. Ну и Босния, Герцеговина, Македония, здесь тоже все очевидно, исходя из их структуры и эконом-географического положения. Следующий слайд я пролистываю достаточно быстро. Давайте, молодой человек, полистаем тут. Значит, это, собственно, то, что происходит там, на Балтике, где есть страны старые, есть страны новые капиталистические, в том числе Россия. Следуем дальше, следуем дальше, следуем дальше. А мне сейчас звонок писал. Да. Значит, в общем случае, что мы здесь наблюдаем? Я хотел обратить внимание только на три сюжета. Вот устойчивые, наиболее устойчивые Польша, Норвегия и Белоруссия совершенно вроде разные страны. У них разные причины, но все они работают в направлении устойчивости. У Польши это чудовищное вливание, огромное вливание инвестиций со стороны Европейского Союза. И это как раз показывает то, что мощная инвестиционная политика – это способ блокирования чрезмерной цикличности. Норвегия – это, конечно, моноспециализация в нефтедобывающем комплексе. Ну и Белоруссия – это вот мудрое руководство, если хотите, батьки. Хотя общий тренд идет на снижение, но тем не менее Белоруссия – единственная, которая проходит все эти, так сказать, клинчи более-менее успешно. Следующий слайд. Ну и, собственно говоря, выводы. Выводы заключаются в том, что вот тут много, знаете, любят говорить об эстонском чуде, например, да, в общем-то с точки зрения чувствительности Эстония оказывается более чувствительной, чем, скажем, Латвия, которая у нас, в общем, представляется как почти разрушенная страна. И, в этом смысле, на мой взгляд, кажется, что основной результат немножко отличается от гипотезы, что масштаб экономики является более важным фактором ее чувствительности к внешним воздействиям, чем структура экономики. А со структурой экономики, вообще говоря, довольно близки по степени воздействия экономико-географическое, ну или больше о коколе. Мы странно говорим, геополитическое положение. Спасибо за внимание.